так ну что мне пишут что я в эфире всем привет с вами Ольга Патракова у нас сегодня эфир про ошибки начинающих в декоре тортов немножко выпечки тоже потому что у меня накопилось количество вопросов пул вопросов по декору по выпечке по какие-то такие простые вопросы на которые так просто ответа не найдешь да поэтому я надеюсь что если вы только начинаете и у вас реальные сложности какие-то ну вообще есть вот еще с приготовлением в какой-то момент их не будет честно верьте да то вам очень рекомендую посмотреть этот эфир который у нас сейчас будет вот если вы уже давным-давно печете сложности у вас нет все у вас хорошо то не смотрите вот такая замечательная вещь да с вами Ольга Патракова я действующий кондитер у меня своя кондитерская школа называется тортики от одре сейчас я сижу в коридоре этой школы потому что там у меня марина готовится к мастер-классу и готовится к торту на заказ у нас торт на заказ небольшой маленький нет больше на 100 килограмм торта может будет еще не знаю вот и пока мы собираемся две секунды расскажу о себе минуты быстренько да я делаю торт с 2010 года я своими руками очень много могу делать кроме портретной лепки портретная лепка вообще никак все остальное без проблем пожалуйста вот соответственно с 11 года я уже преподаю с 14 у меня существует онлайн школа с 19 у нас существует образовательная государственная лицензия сейчас у меня своя кондитерская школа здесь москве студия вот мы проводим живые мастер-классы и очень большое количество учеников онлайн у меня учится по всему миру но так звучит по всему миру по правде он уже не весь мир из америки вот у меня нет учеников из азии прям раз-два я обчелся из новой зеландии 22 мне всего два ученика в новой зеландии боже вы как же как жить то прям вообще непонятно вот да я специализируюсь на обучение начинающих новичков потому что я сама прошла весь этот путь своими ручками все делала на кухне старалась и поэтому я все рецепты и все свои технологии адаптировала под дом под домашнюю обычную кухню у меня даже мастер-классы которые проходят здесь в студии они тоже на обычном оборудовании не каком-то специальном потому что все практические кондитеры начинают с домашнего приготовления а это значит что вам нужно научиться печь на своей кухне так как у вас она выглядит о смысле на вашем оборудовании вот конечно все равно приходится подстраиваться с моих объяснений на ваше объяснение оборудование немножко у нас бывает разное но основные проблемы которые встречаются они наверное везде одни и те же вот я надеюсь сегодняшний эфир нам поможет а про себя еще знаете что не сказал у нас образовательные лицензии мы выдаем дипломы гособразца и работаем по соцконтрактам и работаем по государственным программам переподготовки лиц предпенсионного возраста вот такие вот всякие штуки ты тоже к нам у нас соответственно все документы подходят все мы делаем все-все вообще все работаем вот а так в основном конечно же мы учим делать тортики можно взять какие-то маленькие курсики можно большие можно все подряд можно в москву ко мне приехать вот с понедельника же у меня стартует как стоять между понедельника стартует большой десятидневный курс я же его виду там половину уроков еще я все каждый раз говорю все наслаждайтесь пока я еще есть все я уже старая уже ничего вести не буду и все равно еще что-то веду вот она мастерство то не пропьешь вот до с понедельника курс господи же вообще прям забыл вот да и сегодня у нас эфир про ошибки шо делать шо не делать те кто смотрит меня сейчас прямом эфире а мы с вами в эфире в в к в к вот те могут задавать вопросы в прямом эфире прямо те кто смотрят меня онлайн то есть в записи уже будут меня смотреть может быть здесь может быть на дзене может быть на ютубе потому что здесь мы выберем выложим это видео еще в youtube привет youtube вот как дела как у вас с погодой напишите мне то вы можете задавать также вопросы в комментариях задавайте их в письменном виде все что смогу быстренько рассказать расскажу все что долго рассказывать расскажу где купить какой курс на вот да основная цель кстати до моих эфиров многие тоже говорят что оля зачем ты все бесплатно рассказываешь что ты типа вот чё там вот чё да основная цель не бесплатно рассказать а дать вам возможность как-то стартануть вообще потому что понятно что все преподаватели корыстные твари мы все хотим денег это само собой да вот и вы все хотите денег да и я как человек который начинал я на вашем месте было понимаете да который начинал учиться по ютубу случился по видосам по объяснениям каким-то еще почему-то я прекрасно понимаю что да и готов пусть может денег на заплатить да нету просто еще не зарабатываешь и я хочу дать вам вот эту вот возможность начать зарабатывать понять что это получается вообще потому что очень редко такие как бы древние профессионалы а я себя отношу к древним профессионалам выходят прямой эфир отвечают на вопросы да или они просто уже торты делают кило кило тоннами вот или все за деньги или просто уже просто выгорели потому что у нас выгорание тоже это прям такая вещь прям тяжелая вот ну короче вроде бы все рассказала и так дорогие мои у кого будут вопросы пишите не стесняйтесь итак какие ошибки у меня я себе памятку тут подготовила чтобы не забыть ну по крайней мере то что у меня спросили вот итак памятка почему декор у новичков выглядит убого убого ну вот смотришь на то что начинающих и как-то все там не так и как-то все таки там как-то ну ну то есть нам то может быть и так но ты видишь со стороны что какое-то что-то все не то вот этому много причин есть то есть по правде у нас практически все кто попадает даже ко мне на курсы попадают от я пеку у меня с выпечкой проблем нет вот потом кстати оказывается что и с выпечкой есть где поработать но чаще всего дома мы печем торты блин я реально первый торт испекла школе наверное я помню школу прогуливала пекла торты не подумайте я не болела кстати тортами не болела кондитеркой у меня была двоюродная сестра кондитер старшая лада ее зовут тогда не было кстати лада калина и поэтому никто ее не обзывал это просто было такое имя прикольно вот я просто ну вот просто пекла раз в год может быть раз в два года вот такие вот тортики вот к чему это это про выпечку что все мы как-то печем и как-то у нас в принципе это получается когда доходит до декора мне кажется иногда что мы не понимаем общий принцип декорирования что ли общий принцип того как оно должно выглядеть то есть мы ориентируемся на фотографии или видео которые мы видим в интернете да не понимая каких-то вот нюансов не понимая какой-то даже каких-то принципов и основ в целом декор у новичков выглядит плохо потому что первое неправильно собран торт вообще да то есть профессиональные кондитеры чуть-чуть не так его складывают чуть-чуть не так вот неправильно собран второе проблемы с обмазкой проблемы прям до свой равниванием торта прям проблемы вот третий это цвет потому что все начинающие как огня бояться красителей как огня бояться там что-то куда-то это же химия я себя помню химия все мы сейчас отравимся я прям штудировала интернет вредный не вредный краситель из чего состоит можно ли его вообще есть но по большому счету про красители сейчас еще порассказываю что в целом если ты из банк всю банку красителя съешь самое плохое что с тобой случится это понос и так мы про торты и про понос да короче с цветом сложности вот и четвертое это мало деталей мало детали еще 5 компоновка этих деталей конечно тоже хромает это вот основные проблемы понятно то есть изначальные ошибки при сборке что-то не то с выравниванием что-то не то с цветом да и деталей обычно мало мало просто экономия не знаю жадность еще там что-то такое но мне кажется тут скорее непонимание вот такое то есть хочется как на картинке а делаем как в магазине наверное вот это еще можно сказать вот так дорогие мои три человека которые меня смотрят в прямом эфире я надеюсь что вам это все-таки будет интересно вот шесть человек уже да мы просто сегодня жжем а вы знаете сколько меня смотрят потом в записи на ю тубе хотел сказать миллионы но миллионы еще не смотрят пока что поэтому надеюсь что в записи хотя бы будет интересно спасибо за лайки и так поехали и так про сборку по очереди поехали да какие сложности сборки если торт выглядит криво значит у него криво сделали по сути если вы правильно сложили торт сложили понятно сложили торт то он не требует выравнивания он требует просто вот анжела пишет очень интересно вот хуй он желает для тебя сегодня рассказываю если вы правильно сложили торт, то он не требует выравнивания, он и так ровный, он требует только покрытия или мы, кондитеры, говорим обмазка торта, да, то есть он требует только покрытия сверху, ровненько, намазать надо сверху чем-то, да, чтобы придать ему единый вид, чтобы там он не сох, да, то есть какую функцию еще выполняет обмазка торта, да, мы с вами запечатываем немножко торт, замазываем его, чтобы он внутри не высыхал, он становится более сочный такой, вот, да, к чему это я, все, я уже все забыла, короче, к чему я рассказываю, про выравнивание, про выравнивание и про сложить торт правильно, вот, и профессиональные кондитеры, профессиональные кондитеры используют внутрь один крем, а для выравнивания другой крем, другой, я же когда начинала, и я думаю, что тоже новички, кто прям новички, новички, вот, а есть у меня, ну сейчас в прямом эфире мало народу, я не знаю, есть у меня, кто вот прям вообще прям вот малышок, младенчик, кондитер-младенчик, как это, босс-малыш, как там есть этот, младенец-босс, вот, то есть, я начинала, я одним тем же кремом, я что, вовнутрь, мне казалось, что такой же крем должен быть снаружи, нет, и так, самое первое, самое главное, да, что крем внутри и снаружи разный, вот, разный, мы не используем одинаковые крема, вот, вовнутрь, два года, Кристина, ну ты не младенчик, ты уже прям, прям, ты уже прям молодец, вот, да, вовнутрь мы используем с вами крема мягкие, сочные, чаще всего это крем-чиз, сливки, заварной, сливки, белковый сейчас редко используем, что-то с шоколадом, может быть, вот такое вот, да, может быть, с желатином, молоко, ягоды, вот такое, что-то мягкое, сочное, а снаружи мы с вами используем другие, другие крема, это те, которые держат форму, те, которые чуть-чуть замерзают в холодильничке, чтобы он такой тверденький становился, это крема чаще всего на основе масла с чем-то, шоколад с чем-то, масло-шоколад с чем-то, очень редко бывает крем-чиз, но там все равно масла тогда есть много, для того, чтобы он держал форму хорошо, дальше, про крем-чиз, кстати, тоже часто спрашивают, и так, про крем-чиз, крем-чиз это общее название сейчас всех творожно-сливочных сыров, мы сейчас все подаду гребенку, гребем, честно, вот, вообще крем-чиз, это прям реально разновидность творожного сыра, и вы можете меня спросить, Оля, а какая разница между творожным сыром и сливочным сыром, в творожном больше водички, в сливочном ее практически нет, творожный похож на творог, он такой рассыпчатый чуть-чуть, а сливочный он прям мягкий, условно, крем-чиз это все-таки творожный сыр, а маскарпоне все-таки сливочный сыр, ну, не знаю, чувствуете ли вы разницу, я чувствую, нам вовнутрь особой разницы нет, а вот снаружи лучше, конечно, если у вас более гладкий, более такой, как бы, жирненький, творожный, ну, в смысле, жирненький, сливочный все-таки сыр, понятно, нет, ну, надеюсь, что понятно, вот, и так, крема разные, конкретные рецептуры сейчас не говорю, потому что, первое, все равно не запомните, во-вторых, проблема не в рецепте, чаще всего проблема в понимании технологии, да, и в правильном использовании, что куда, рецептов просто, ну, и так, миллион, во всем интернете смысл, если хотите попользоваться моими рецептами, знайте, что у меня есть марафон по кремам, марафон по бисквитам, марафон по начинкам, и марафон, кстати, по отдельным каким-то тортам у меня еще есть, есть марафон гном, как делать прям на ножках, вот, фигуру, есть марафон платье, есть марафон свадебный, вот, они просто дешевле, чем курсы получаются, ну, они же как бы про один торт, ну, там, про что-то одно, вот, и получается поэтому дешевле, так, дальше, дальше, крема разные, про крем-чиз рассказала, дальше, кстати, про сборку, про саму, я когда тоже делала раньше, вернее, не раньше делала, вообще, когда я не делала торты, я думала, что торт, это, ну, вот, испек, сразу же чуть-чуть остудил, намазал крем, там, не знаю, посыпал сахарной пудрой, вот, у меня в детстве такие были торты, и ешь, ну, то есть, вот, и в принципе, да, конечно, такое можно есть, и оно будет вкусно, и оно будет нормально, но, огромный минус, красиво его оформить у вас не получится, потому что торт получается слишком мягкий, понятно, он прям и бисквит, только-только испеченный, крем чаще всего, я, кстати, использовала, господи, иногда вспоминаю, думаю, господи, почему я это вообще тортом называла, непонятно, Елена пишет тоже, что интересная, полезная тема, хорошо, вот, использовала сметану с сахаром, и на всякий случай вам говорю, что мы сметану с сахаром с вами вообще никогда не используем, мы используем сметану с пудрой, не с сахаром, от сахара она реально разжижается, и я вот там, и мне казалось, я взбиваю, хотя сейчас я понимаю, что там даже рядом не взбиваю, вот такой вот непонятной штукой я поливала торт, мне казалось, что бомба прям, вот, капец, понятна моя мысль, что когда мы начинаем, когда мы до тортов как бизнеса, до тортов как бизнеса, мы чаще всего думаем, что торт это вот испек сделал, то есть он должен быть свежий, вот у меня такое было слово, свежий, когда мы с вами переходим в бизнес, мы вдруг понимаем, что он в любом случае будет свежий, на всякий случай тоже всем говорю, тортами не травятся, вообще, там нечему портиться, там ничего не может испортиться, помимо свежих ягод и домашней молочки, если у вас свои козы, куры, там эти, в смысле как коровы, вот, там нечему портиться, бисквит проходит тепловую обработку, начинки все проходят тепловую обработку, молочка вся пастеризованная, ультрапастеризованная, там с годовым сроком давности, сахар не портится, мука не портится, понятно, да, там нечему портится, шоколад не портится, вот, то есть если вы стерильно готовите, то есть у вас нет сырой воды, у вас ничего, то есть такого нет, у вас он вообще не портится, в холодильнике торт может две недели простоять, сейчас меня все заклюют, исключение, а еще сырые белки портятся, сырые белки тоже нельзя, понятно, то есть опасные ингредиенты, те, которые могут протухнуть, это сырые белки, живая ягода, не обработанная ничем, вот, и домашняя молочка, все, творог домашний, например, сыры домашние, например, вот они могут еще и спать, все, там нет ничего больше, все остальное, оно, я не знаю, вечное, поэтому торты, кстати, хорошо замораживать, но под заморозку, на всякий случай, тоже вам сообщаю, другие рецепты, они все равно с консервантами, и они из тех продуктов, которые хорошо переносят заморозку, и хорошо оттаивают, вот, дальше поехали, и когда ты приходишь как в бизнес, ты вдруг понимаешь, что первое, торты не портятся, а второе, для того, чтобы красиво украсить торт, нужно соблюдать другую немножко технологию, в общем и целом, давайте, если вы там прям далеки от этого, то расскажу, если вы и знаете, то вы и так знаете, а бисквит после того, как испекся, он должен отстояться, это раз, остыть и окрепнуть, как бы немножко, то есть вот эти все связи, они должны схватиться, внутри, ну, то есть там пузырьки воздуха, вокруг мука с сахаром, должны схватиться немножко, второе, когда вы его прослаиваете, складываете с кремом, и с начинкой, с какой-то, с ягодной, там замороженной, не замороженной, смотря как вы делаете, да, он должен пропитаться, то есть мы не просто намазали, как бутерброд, а надо, чтобы у нас вот в этот бисквит, крем туда прям просочился, понятно, и тогда у нас схватывается все, схватывается в единое целое, в единое целое все схватывается, вот, и тогда у нас торт получается такой, как бы держит форму, раз, бисквит пропитывается, два, если вы используете крем-честь на сливках, то в принципе вам даже пропитка не нужна, хотя некоторым нравятся такие прям немножко хлюпающие торты, и есть прям рецепты, три молока называются, что ли, треслечис, как-то так называются десерты, где прям бисквит поливают, почему три молока, я, кстати, не знаю, чего там три, поливают прям сладким молоком, с чем-то таким вот, да, и оно прям мокрое, тоже очень вкусно, походу мне пора ужинать, я есть реально хочу, сейчас вам рассказываю, мне прям собой есть хочется, вот, понятно, то есть бисквит мы должны отстоять, с кремом оно должно постоять, если вы правильно складываете, вот как положено, по схеме, у вас вообще торт ровный, должен без перекосов пойти, есть там некоторые нюансы, но сейчас тоже не об этом, вот, ни на что не намекаю, у нас есть, у меня, кстати, есть отдельный урок по выравниванию даже, вот, дальше, да, для выравнивания готовим другой крем, да, который будет держать форму, который более плотненький, но при этом он должен намазываться, здесь тоже есть секрет, не поверите, торт должен быть из холодильника, и он должен быть более плотный, ну, как плотный для торта, ну, как бы должен быть, чем крем, то есть тот крем, которым намазываем, для того, чтобы он хорошо размазывался, он должен быть по консистенции, по мягкости, как мягкое масло, иначе, когда вы, ну, вот, простая аналогия с твердым маслом, если вы берете твердое замороженное масло, намазываете на мягкий хлеб, хлеб у хана, масло кусок как был, так и остался. Понятна аналогия? И поэтому у вас торт, вне зависимости от того, какой там бисквит, какой там крем, какой он плотности получился из холодильника, потому что есть бисквиты, которые больше замерзают, есть, которые меньше замерзают, ваш крем на обмазку, он должен быть для обмазания, он должен быть более мягкий. И, то есть, более мягкий, чтобы он хорошо, гладко ложился. Еще раз, это основа у нас там масла, шоколад, обычно, да, бывает крем чист, но там тоже масло. Он должен быть более мягкий, не твердый. Я это делаю лопаткой, кстати, не мешком. Мешком мне не нравится, потому что ты тратишь мешок, тратишь ложку, тратишь, выдавливаешь, а потом все равно разглаживаешь. Мне проще лопаткой накидал и разгладил. Здесь тоже есть такие особенности, я это называю джамшудом, себе представьте, что у нас есть два процесса. Накидать раствор на стену, а потом разглаживать ее. Это два разных процесса, и надо тоже это понимать для себя. Это про выравнивание. Дальше, кстати, здесь же хочу сказать про старания. Еще одна из ошибок начинающих, что вы сильно стараетесь выровнять торт до какого-то своего внутреннего идеала. По-честному, все профессионалы уже, кто так год-два хотя бы торты делают, и сейчас вы не дадите мне соврать, не так заморачиваемся с выравниванием. Конечно, мы очень быстро выравниваем. Конечно, у нас это получается в тысячу раз проще, что мы уже определились с кремом, мы определились с инструментами, у нас офигенный крутящийся столик. Мы это делаем быстро, мы понимаем, чем, что и когда нам делать. Но мы не заморачиваемся до такой степени, чтобы прям все идеально вылизано, идеальный острый уголочек, еще чего-то. Потому что мы понимаем, что вживую очень многие... А, Анжела долго выравнивает. Молодец. Вживую очень часто многие вещи вообще не видно. Дальше мы сами, когда смотрим, мы больше придираемся к себе. Дальше у нас всегда есть какой-то декор на торте, и ты вот сейчас старалась, а потом все завалила ягодами. Смысл тебе был эту верхушку, например, выравнивать? Вообще можно было ее не трогать. Это понимание какой-то, знаете, такой небольшая, так скажем, вольготность выравнивания, она приходит тоже с опытом. Я, например, очень часто даже, когда выравниваю, мне остается след от лопатки. Я лопатку сняла, я могу этот след оставить, он мне лично не мешает. Но когда ты только учишься, иногда кажется, что ты должен достичь какого-то недостижимого идеала. Честно, не мучайтесь. Потому что выравнивание и скорость, она приходит где-то на торте на 50, на 100 может прийти. У нас разные физические навыки с вами, разная физическая подготовка, одаренность физическая разная. Поэтому кому-то чуть больше времени надо, чуть меньше. Дальше у нас, в принципе, выпечка достаточно простая. Простая как бизнес, как механика. И у нас абсолютно точно получится. Просто чуть-чуть дольше, может быть, нужно позаниматься. Судя по моим ученикам, вот сколько я народа обучила. Ох, много, много. Ну, вот я везде в роликах говорю 20 тысяч учеников. Это, понятно, что это примерная цифра. Вот где-то, да, около десятки тысяч, 20, может, 30. Там сложно посчитать же. А потом обучила, это что? Это сколько вообще посмотрели мои уроки? Так там будут миллионы, наверное. Кто прям поучился, кто купил, сложно. Ну, короче, судя по отзывам и вообще в целом по статистике, все плюс-минус выравнивают. Вот, даже если у тебя вообще из жопы руки, вообще просто, ну, вообще беда. Ты все равно будешь это делать, рано или поздно. Просто надо не сдаваться. Просто делать, делать и делать. Еще раз, не заморачиваться и не заморачиваться до фанатизма. Вот, да. И еще тоже важный момент. Когда вы смотрите ролики по выравниванию уже у профессионалов, а новички не снимают ролики по выравниванию, вы бы новичков посмотрели, да. Первое. Профессионалы реально это делают очень быстро. Прямо мгновенно делают. Во-вторых, профессионалы обычно ускоряют чуть-чуть видео. Или обрезают какие-то кусочки. Я вот по выравниванию не засекала, сколько времени я выравниваю торт. Сколько же? Ну, минуты две-три, наверное. Ну, до десяти. Десять минут на торт. Вот у меня, по-моему, норматив такой был, когда вот много тортов делала. Вот. А вот на обтяжку, кстати, за мастикой, когда обтяжка, раньше все же мастикой было. Вот. Я прям засекала. Сорок семь секунд. Раскатать мастику, положить, обтянуть, обрезать, подровнять. Сорок семь секунд. Но если торопиться. Если не торопиться, ну, две минуты. Серьезно. То есть у вас придет эта скорость. Но вы должны понимать, это у меня тысячи тортов за плечами. Тысячи. Вот. Ну, не десятки, нет. Ну, тысячи. А у вас там первый, второй, третий. Вы что? Дайте себе возможность насладиться этим процессом. Ну, как бы, да. Ну, все хорошо. Вот. И опять же, если сравнивать по скорости, я первый свой торт, ну, не первый, один из первых тортов, мишка сложной формы, он был. Я его три дня выравнивала. Три дня. Вы скажете, как он не протух. А я специально подбирала такую начинку. Я же знала за собой, что я буду это долго делать. Начинку такую подбирала, которая долго не портится. Это был банановый бисквит. У меня его, кстати, ни в одном курсе нет. Серьезно. Он очень вкусный. Там прям банан в тесто. Он такой серенький на цвет получается. Это масляно-банановый бисквит. Бомба просто. Откуда рецепт взяла, не помню. По-моему, тоже Роуз Леви. Баренбаум. У меня есть книжка такая, Кейк Байбл называется. Библия тортов. Автора американского Роуз Леви. Ну, Роза по-нашему. Роза написала. И там какие-то волшебные рецепты. Мне кажется, это оттуда рецепт. Прям клевый. И он вообще не портится. Вот. И я мишку делала из этого, короче, бисквита. Вот. Да? Так. Дальше. Так. Что у меня тут все? У меня тут все хочет уже потухнуть. Вот. Да? То есть по сборке понятно, да? Все отстоять. Всему дать полежать. Крем взять другой. Не заморачиваться с этим гробанным выравниванием. Потому что в конце концов что-то из этого как бы... Все равно сверху декор. Все равно глазами мы видим по-другому. И еще следующий момент, да? Тоже вот ошибка. Да? Мы думаем, все новички думают, что вот как вы видите этот торт. Да? На фото. То есть он прям такой же в жизни. Я вас умоляю. У нас даже просто вот видео, вот видео, вы видите? Оно уже с обработкой. Я в жизни не такая. У меня, ну, не такой немножко цвет лица. По правде меньше в два раза. Но нет. Да? Не такой по правде цвет лица ровный. Вот. С тортами та же ситуация. Все торты, все фотографии, которые у нас есть в интернете, проходят обработку, фотообработку. Ну, как говорят раньше Photoshop. Ну, просто это сейчас не всегда Photoshop. Ну, да? Что портреты, что фотографии, что здания, что квартиры, что еще что-то. Понятно, что там какие-то мелочи надо убрать и так далее. Я своих учеников, кстати, всегда настраиваю. Дорогие мои, вы должны из торта, да, из фотографии торта, вытащить максимум. Потому что ваш торт должен быть максимально красивый. Потому что, еще раз на фото. Потому что глазами он и так красивый. Глазами мы не все видим. Глазами человек будет на него смотреть. Хорошо, если полчаса максимум. Все, что торт принесли, открыли, ахнули, поставили на торт. Все, его сразу же разрезали, разломали. Ну, вот максимум на кухне постоит еще какое-то время. Все, полчаса. А на фотографии у вас будут люди любоваться годами. И поэтому вы с фотографией должны прям вообще по возможности все вытягивать, насколько это возможно. Вот. Так, Лена Коваленко нам пишет с вами комментарии. Я научилась уже выравнивать. Если просто не хочу с этим возиться, делаю какую-нибудь текстуру и все хорошо, да. Про текстуры я здесь не рассказываю, да. Потому что текстуры это типа продвинутый уровень. Слушай, новички про текстуры не спрашивают. Вот. Ну, вообще, да. И, кстати, с формой так же. Если ты можешь же делать не круглые торты. Особенно, если они у тебя сюжетные. Если там какие-нибудь там цветы, ягоды. То есть, может быть, полянка. Это же может быть все что угодно. Но не обязательно даже круглая. И не обязательно квадратная. Вот. А если это там какие-нибудь герои должны сидеть. Так, ой, я тебя умоляю. Любой формы. Просто навалила коржей. Обмазала чем-то там. Все. Накидала героев. Вот у тебя полянка, зеленый круг. Там зеленая гора. Все. Что вы хотели. Все отлично. Понятно мысль? Соленая. Ладно, так, то что мне тут звонит. Пусть звонит дальше. Где-то там. Где-то там в тишине пусть звонит дальше. С этим понятно. Дальше про цвет. Если вы посмотрите на торты, да, то первое. Все крема профессионалы выбеливают. Чтоб они были более белые. Выбеливаем мы краской. Называется диоксид титана. Чаще всего это порошок или гель. Ну, то есть гелевая краска. Ну, как она. Не жидкая, а полужидкая такая. Она обычно водорастворимая. Обычно. Бывает жира, но, по-моему, все равно она вся в вода. Вот. Лена пишет. Люблю делать сюжетный торт, особенно детский. Ну, да, все правильно. Вот. Да. Дальше. И также на белый цвет лучше ложится потом какой-либо краситель. Потому что, помните, я говорила про обмазку, что она на основе или масла, или шоколада чаще всего. Могут быть исключения. Так вот и масло, и шоколад основу имеют свою, чуть-чуть желтоватую. И это дает тоже такую, еще раз, визуальную грязь. То есть такое, все равно, смутное ощущение, что как бы вроде человек умылся, но не доумылся. Понятно, да? Вот. Что-то как будто бы что-то не то немножко. Вот. И из таких мелочей вот это все состоит. Чуть-чуть неровный торт. То есть вот как бы он чуть-чуть перекошен, да? Чуть-чуть там где-то вот. Знаете, когда крем плывет, это значит, у тебя вот такой край торта, а здесь чуть-чуть мягкое, только как бы хоп, чуть-чуть выперло что-то, да? Начинка потекла. Про это, ну, про это тоже вопросов не было, но если надо будет, потом расскажу как-нибудь. Вот, да? То есть вот такие мелочи. То есть он чуть-чуть не белый. Также в этот вот желтоватый крем, вы пытаетесь, например, его покрасить, он красится непонятно как. То есть с какими-то, знаете, как будто бы, как будто оттенок не тот. Ты смотришь на бутылочку голубой, красишь, он у тебя зеленоватый. Почему? Потому что основа не белая. Поэтому все еще раз все выбеливают изначально. Второе. Не бойтесь красителей. Вот. Я обычно ругаю русские красители, потому что они, ну, не всегда того цвета, которого нужно. Из того, что мне нравится, и это не реклама, сейчас это Condi Pro и Guzman. Guzman начал выпускать не только красители для шоколада, но и начал выпускать обычные гелевые красители, чему я безумно рада. Если, Guzman, вы меня вообще смотрите, я вам прям спасибо передаю, серьезно. Если вы хотите со мной дружить, я могу быть вашим, не знаю, рекламу могу вашу делать, например, за красители. Вот. Вряд ли они прям меня смотрят, конечно. Ну, мало ли, кто знает. Может быть. Лет через пять увидят. Такие, ага, помнишь, Патракова, пять лет назад ты хотела нашу рекламу делать. Вот. Дальше. Пишет. Красители в разных кремах дают разные цвета. Люба пишет. Как раз потому, что крем изначально разного цвета. Ну, то есть он не белый. Вот. Потом они бывают на жирной основе, на белой основе. Ну, то есть на жирной основе, на водооснове. То есть на основе крем, крем-чиза. Или на основе масла, или там, например, шоколада. У тебя будут разные цвета. Все верно. А вот. Да. Ну, они как бы не принципиально разные. Из красного в синюю у вас не получится. Но в целом, да, все правильно говоришь. Есть там такая засада. Вот. Поэтому еще раз крема выбеливают, чтобы более стабильный получался цвет, чтобы было понятно, что. А вот. По маркам я сказала. И у меня, знаете, что есть такой еще момент? Что если вам хочется куда-то денег потратить, у меня такое бывает иногда, хочется потратить и сходить что-нибудь купить. Купить. И если вы идете в кондитерский магазин, пожалуйста, не покупайте формочки, не покупайте молдики, покупайте красители. Красители нужны всегда. Везде у них длительный срок годности. Покупайте вот прям разные, разных фирм, каких хотите. Когда еще у нас не были закрыты границы, я покупала красители Америка Лор. У них линейка, по-моему, из 64 цветов. И я вот все их покупала. Они все очень красивые. Прям все волшебной красоты. И если вы сейчас говорите, ну можно же их смешивать, можно смешивать. Ну прикольно, когда они в баночках разные, серьезно. Покупайте красители. Это вот прям мой совет. То есть если хочется что-то на будущее купить, затариться, вот есть там 5000, куда там положить их, на что потратить. Красители это вот прям самое то, что нужно. Все красители наши, особенно русские, проходят достаточно серьезную проверку. И зарубежные, кстати, тоже. Они не безвредны. То есть неизвестно, что с нами будет через 10, 20, 100 лет. Как это отразится, может быть, на геноме человечества, не знаю. Но мы их с вами едим везде. То есть у нас по правде вся пища практически крашеная. Вот. У нас крашеные фрукты, у нас крашеная рыба, крашеное мясо. Вот. И я не буду сейчас вас пугать особо сильно. У нас в целом есть уже толерантность, привычка к красителям. То есть мы, так вот, так вот, может я сяду, сейчас ноги сюда положу. Да, то есть мы с вами привыкли их есть. То есть ничего с вами такого сумасшедшего не случится. Ну вот. Да, единственное, что если вы реально бутылочку всю выпьете, ну как бы покакаете зелеными какашками, ну или там синими, или красными, или разноцветными, фиолетовыми. Не пугайте. То есть оно выходит. То есть максимум, что у вас может быть, это расстройство желудка. Все. Ничего не будет, вы не помрете. И еще раз, ими не травятся. И красители, кстати, имеют горький вкус. И поэтому, если вы перебухали красителя, слишком много добавили, вот, ну прям вот, прям от души, у вас может крем стать горьким. Ну, то есть так, на всякий случай тоже вам говорю. А еще горький вкус бывает, если вы перебухали ванилина. Ну и это два всего лишь, как бы, варианта, почему может стать крем горьким. А, и еще бывает, в творожный крем добавили киви. Киви тоже дает горчинку, и тоже может стать горьким. Три причины. Тоже у меня просто вопрос есть, почему крем горький. Три причины про крем горький. Так, дальше поехали. Про декор весь съедобный. Нужно ли, чтобы весь декор был съедобный? Когда-то я именно так и думала. Я прям заморачивалась, чтобы у меня что-то стояло на макаронинке. Не на палочке деревянной, а там деталька на макаронинке крепилась. Тут чтобы тоже все было съедобное, насколько это возможно. Потом в какой-то момент у меня, знаете, как бы поменялось мышление, на 100 градусов повернулось. Я такая думаю, что, блин, и макаронинки-то, они же их не едят. Соответственно, и что я макаронинками мучаюсь, что я бы деревяшку, зубочистку воткнула. Одна и та же разница, что ты так не ешь, что ты так не ешь. Я себе как будто бы усложняю задачу, сама себе. Зачем? Смысл? Потом мне очень часто раньше присылали зарубежные торты. Торт такой красивый, там фигурки прям небесной красоты. Я смотрю на них, а это пластмассовые фигурки. Я говорю, так у них пластмассовые фигурки. А вы нам такие, говорят, слепите. Я говорю, ну, как бы я точно не слеплю. Я вообще не лепщик. Ну, то есть, простойшку я, конечно, слеплю, но сложной нет. Вот. К тому, что за рубежом вообще не заморачиваются. Декор торта воспринимают как несъедобную часть. Понятно? Вот. У нас в России есть все равно такое понятие, что все должно быть съедобно. У меня бывает даже с подложки мастика отдирают, едят. Ну, любители. Есть те, кто ее любили раньше. Но сейчас не знаю. Сейчас очень редко с мастикой торты заказывают. Ну, такое случается. Смешно, да? Вот. Да? Короче, к тому, что не бойтесь несъедобных вещей. То есть, это топперы, золотые красивые штучки. Сейчас вот бомбошар. Вот. У нас просто завтра мастер-класс бомбошар. Вот. Да? То есть, это вот бомбочка. На нем вот эта красивая блестящая штучка акриловая. Да? Там с каким-то именем название. Ну, то есть, там с днем рождения, с юбилеем или что-то такое красивое. Вот. К тому, что оно же понятно, что несъедобное. Само собой. И сейчас как-то к этому, конечно, попроще стали сноситься. Живые цветы уже в торт втыкают. Которые свечки тоже втыкают. Раньше свечки я лепила. Сверху вставляла свечку. Что, Марин, ты там живая? Через раз, говорит, живая. Смотри, там кивает голову и такая, помирает, тут ползет уже. Вот. Лепила, короче, себе из мастики. Вставляла потом туда маленький огрызочек свечки, чтобы типа была свечка все-таки из мастики. Зачем? Смысл? Ее же не будут есть, понимаешь? Вот. Так, ладно. Сейчас Люба пишет. Был у меня клиент, который просил без красителей покупных сделать сиреневые, благодаря черничному соку. И задумывалась, а можно ли другие цвета заменить соками ягод. Смотря что ты красишь. Понимаешь? Смотря что ты красишь, да? Потому что натуральные красители – это тоже красители. Это, по сути, что такое искусственный краситель и натуральный. Это взяли натуральное вещество. Оттуда вычленили формулу саму, вот этой вот красящей штуки. Понятно? И ее синтезировали. Вот и все. Или очистили. Бывает даже так дешевле. Очистили ее от примесей. И получили, ну, типа, как бы плюс-минус там какой-то краситель. То же самое. И тоже мне говорят, типа, искусственный краситель и красит язык. Дорогие мои, черника тоже все красит. И смородина все красит. И свекла все красит. Не потому, что она искусственная же, да? Она натуральная. В принципе, красители красят. Их нормальная. Вот. Да, и поэтому, Люб, можно. Несмотря что ты делаешь. То есть при выпечке у тебя, скорее всего, цвет потухнет. Потом синий красивый цвет – ты ни с чего не добьешься. Красный красивый цвет натуральными красителями тоже не добьешься. Желтый, может быть, куркума, но она дает вкус. Вкус. Потом крем ты будешь ей красить. В шоколаде она не разойдется, скорее всего. Понятно, в выпечке мало ли. Внутри – не знаю. Мастику-то ей не покрасишь. Ну, короче, сами себе проблем придумываем и все. Можно, ну, как бы, вопрос не то, что не брать заказ. Да? Можно или переуговорить, или просто сделать так, чтобы декол был разноцветный, а они его просто не ели. Ну, например. Вот. И все. Вот такой момент. Так, дальше у нас высокие торты. Сейчас мода на высокие торты. Реально высокие. То есть они прямо вот как два торта стоящих друг на друге или три. И когда ты только начинаешь, ты не всегда соображаешь вот эту вещь, что они, блин, высокие, за счет этого они смотрятся хорошо. Мы как бы не привыкли, когда мы только начинаем видеть пропорции. Вот. Обращайте на это внимание, просто еще раз обращайте на это внимание и понимайте, что это не вот такой маленький тортик. То есть мы дома-то что печем? Такая большая лепеха. Вот. Что, как украшать? Ну, как бы сложно ее украшать, потому что сейчас весь декор сбоку в основном делают. Рисунки там налепливают, цветы какие-то там, что-то там мастихином делают, картинки приливают, да, там какие-нибудь безешки делают, какие-то паруса красивые, там что-то такое из бумаги, из вафельной или там какой-то рисовой. Вот. Такие же сейчас такой дизайн модно. Вот. Это все высота. По высоте еще раз это как два или три торта. И здесь дальше следующий момент, что мы ошибаемся здесь всегда в весе. Потому что, ну, в смысле тортик 15 сантиметров, он же не может весить 3 килограмма. И сейчас мне все должны написать, Оль, да легко он будет весить 3 килограмма, если он высокий, зараза. Да, если это два торта, стоящих друг на друге, ну, вот, грубо говоря, если он высотой 15-20 сантиметров, спокойно он у тебя будет уже 2-3 килограмма в легкую. Плюс декор, плюс обмазка, плюс что-то там на него поставил и так далее. Еще обмазка чем-то там, шоколадом каким-нибудь. Вообще легко и спокойно. Да? Да. Так. Дальше. Нарушение сборки торта рассказала, скорость рассказала, цветовая гамма рассказала, малые детали на торте. Вот. Вообще по поводу деталей. Какой-то, знаете, есть такой тоже переломный момент, когда ты начинаешь делать торт, и ты торты воспринимаешь все-таки как еду больше. Что-то еда. Еда. Вот. И потом, когда ты их все делаешь, делаешь, да, больше переключаешься на внешний вид, какой там придумать дизайн. В какой-то момент, не знаю, вот как у вас, но я думаю, что у вас тоже, наверное, был такой переломный момент, ты вдруг понимаешь, что торт не еда. Торт – это все-таки творчество. Торт – это художественное произведение. Был у вас такой момент? Художественное произведение. То есть это что-то такое, что прям, ну как сказать-то, художество. Вот так вот, что ли. Понятно? И вот в этот самый момент ты перестаешь думать о том, съедобные ли детали. Как конкретно это будет выглядеть, когда ты детали уберешь. Можно или нет сюда напихать чего-то большее. Что оно как-то там не так расположено. Понятно? К чему это? Надо или не надо это красить? Еще раз, как только ты вот эту вот какую-то грань переходишь между тем, что ты перестаешь воспринимать торт как еду. Я при этом не говорю, что не надо готовить вкусно. Нет, не подумайте. Вот, я именно про декор. Ты в какой-то момент какой-то слом должен перестать. Не знаю, напишите мне, вот у кого так же было. Ты как-то перешагиваешь, как будто ты вдруг, вдруг мышление твое меняется. Ты перестаешь как бы экономить. Понятно, ты вдруг понимаешь, что это должно быть, вот не знаю, как прическу какую-то сделать. Как не знаю, как будто ты, не знаю, в магазин зашел, тебе разрешили все купить. Надо много всего сделать на торте. Как это выражается визуально? Сейчас вам расскажу. Когда начинающий кондитер… Это все мы отвечаем на вопрос, почему у начинающих кондитеров дизайн торта выглядит как-то, ну, прям скажем, ни о чем. Вот это все мы об этом говорим. Когда только начинаешь делать торт, и я это у всех новеньких вижу, мы стараемся все детали расположить ровненько, одинаково. Блин, это прям смешно. Ягодки вот так красиво положить, сбоку вот так какие-то сердечки приклеить. Мы как будто бы пытаемся какой-то орнамент организовать, как будто бы в нашей голове вот этот совок еще на каждом кусочке должен быть грибочек и цветочек. А не должен быть, понимаете? Нет, не должен быть. Потому что это не еда. Вот, понятно? То есть это произведение искусства. Торты на заказ… Я своим ученикам обычно в бизнесе всегда рассказываю о том, что торты на заказ – это статусность. Торты на заказ – это как бы блажь, понятно? То есть это признак как бы дороговизны, признак статуса того человека, кто его заказывает. Потому что если человек может себе позволить торт на заказ, у него в жизни все хорошо, честно, поверьте мне. Даже если там у меня бывают мамы, которые год копили на торт и заказали торт ребенку, я там говорю, что там… А вдруг у меня получится на 200 рублей больше? Они говорят, нет, я то есть собрала, все, у меня сумма такая-то и все. Вот, да, то есть к тому, что торт на заказ – это все равно признак, да, статка тех, кто его заказывает. И это не… отнюдь не покушать, они его заказывают. Они заказывают для того, чтобы у них было красиво. Для того, чтобы у них это было что-то необычное. Для того, чтобы у них на столе стояла какая-то такая штука классная. Чтобы на фотках красиво смотрелось, да, чтобы все знали, например, если вы дорогой кондитер, что у вас заказали, что это я вот там заказала торт. Ну вот как у нас в Москве, это Ринат Акзамов, например, да. Я у Ринат Акзамов вот торт заказывал. У нас это как бы пафосно. Хотя торты его, кстати, чаще ругают, чем не ругают. Вот, поэтому, ну здесь не буду обсирать ничего. Но чаще, не всегда угадывают с вкусом совсем, ни о чем. Ладно, что там Люба пишет? Было, даже пост писал о том, что это не только десерт, это произведение как картина художника. А, это вот на это. Да-да-да, то есть это такое, знаешь, как бы, вот где-то вдруг ты понимаешь, что ты перестал к торту относиться как к еде. Воспринимаешь как к художественной какой-то момент. Здесь я бы сказала, тоже надо иметь грань, потому что я иногда у преподавателей вижу такие торты. Знаешь, торт, а сверху весь, вот прям красочка, весь заделан красочкой, прям весь покрашен, прям кисточкой красочкой прям покрашен. Весь такой, знаешь, какой-то весь там слишком много вот это вот. Но для меня прям слишком много красителей, я бы сказала. Вот, прям весь какой-то такой замусляканный. Вот слово у меня такое детское есть, замусляканный. Вот, то есть я бы за то, чтобы иметь, как бы чувствовать какую-то грань. Но лучше красивый торт, да, чем некрасивый. Нас все-таки оценивают, именно домашний кондитер торты на заказ, оценивают по внешнему виду. То есть не нас в смысле торты, нас тоже, конечно, наверное. Торты оценивают по внешнему виду, должно быть внешне красиво. Вот, и если внешний торт не нравится, то обосрутый, кстати, внутренность тоже, тоже. И он будет и невкусный сразу, и говно, и вообще с чего вы его делали, и так далее. Вот. Люба пробовала рисовать на тортах, но не получилось. Скорее всего, или покрытие не то, или краски не те. Вот, да, ну и посмотри какой. Сейчас бесплатных уроков тоже много на Ютубе. Не обязательно, такая Оля-преподаватель, да. Не надо покупать ничего, смотрите на Ютубе. Вот. Ну или кому-нибудь запишись. Просто я не рисую на тортах, я не художник. Вот. Есть прям вот красивые художники. Несколько моих учеников преподают. Не буду говорить, кто. Вот. Прям хорошо делают. Вот. Ладно. Да, то есть смысл такой. Не пытайтесь равномерно распределить ягодки или детальки, шарики, цветочки на торте, выкладывая какую-то орнамент, то есть через одну. Это все, на что у нас фантазии обычно хватает. Равномерно наклеить. Потом тут маленькие, тут большие. Ровненько. Вы абсолютно точно видели такие торты. Вот. Или там, не знаю, цветочки или еще что-нибудь. Ух прям. Да. Когда речь идет о тортах, ну сейчас современных, я бы сказала, назвала бы стиль композиции, то есть то, как распределены детали на торте, я бы назвала движение от большого к маленькому. То есть обычно где-то много чего-то, там наверху, например, много деталей, и книзу, например, торта, их становится все меньше и меньше редко. Да. Или внизу их много деталей, например, там букет внизу огромный, и кверху их становится меньше и меньше. Или, например, они с одного боку торта, и много деталей, и вот они сюда, их становится меньше и меньше. Наверху букет, например, лежит где-то большой цветок, а к краям меньше и меньше. То есть я бы назвала это скорее движение много-мало. Посмотрите торты, которые вам нравятся, да, посмотрите, есть там это или нет. Конечно, например, торт Бомба, там нет дизайна такого, там просто торт, да, и этот самый торт Мишка тоже нет. Но если торт вот какими-то такими цветами украшен, ягодами украшен, какими-то сладостями там из серии, там, картинками вот такими, да, когда их много, то вот там, скорее всего, если это прям такой более-менее профессиональный торт, там есть вот это ощущение, где-то чего-то много, где-то чего-то мало. Запомните эти мои слова, внимание, сейчас делюсь прямо, запомните эти мои слова, я надеюсь, они вам помогут, и вы увидите это, вот вам важно это увидеть, да, это важно увидеть, да. Дальше у меня есть вопрос про леденцы, мутнеют, не мутнеют леденцы, леденцы всегда мутнеют в холодильнике. Если у вас высокая влажность, вне зависимости от рецепта, кстати, леденцы это не всегда сахар и не всегда изомальт, вот. Есть еще другие рецепты леденцов, то есть леденцы можно многое с чего делать, вот. И они мутнеют от влаги, если у вас вообще в помещении высокая влажность, они тоже помутнеют, вот. Дальше, что на что крепить про дружбу материалов? У меня был пост, вот, буквально на днях про дружбу материалов. Еще я хотела записать короткий ролик, не знаю, запишу или не запишу. Вот. Общий смысл такой. Покрытие торта должно дружить с деталями. То есть желательно, чтобы они были из одной категории. Какие я различаю категории? Ну, это я так для себя поделила, потому что мне так удобнее всего. Категория первая – влажные, мокрые, влажные. Вот, да, это крем-чиз, да, белковые крема, то есть там содержится вода. Оно дружит точно с такими же деталями. С крем-чиза что могут быть? Шапочки вот такие какие-то, например, да, если это тортик, такие шапочки, сверху ягодки. Цветочки могут пойти с крем-чиза. Вот, да. И не дружат они с другими категориями. Следующая группка – это то, что боится как раз воды. То, что при намокании размякнет. Это мастика, она боится воды. А боится воды безе, макарон, сладости, бумага вся боится воды. И если мы вот это, то, что боится воды, хотим вот сюда положить, на водную поверхность, да, на водную поверхность, то мы должны изолировать. Изолировать чем? Тем, что не боится воды. Это следующий пункт у нас будет. Вот, понятно? Вот. Мастика с мастикой, понятно, дружит. То есть мастика с безешкой дружит. Мастика с макаронс дружит. То есть там макаронс с этим тоже дружит, то, что боится воды. Покрытие, кстати, не бывает у того, который боится воды. Такого нет покрытия, по-моему. А, мастика. Мастика и покрытие боится воды. Вот, да. И последняя у меня, наверное, группка. Это жиросодержащие. Все, что шоколад, глазурь. Шары из шоколада, шары из глазури, покрытие велюр, ганаш, цветы с шоколадой или с ганаша. Понятно? Мы это используем. Оно само между собой все дружит, потому что покрытие ганаш дружит с шарами из шоколада, конечно. С цветами из крема. Например, цветы из ганаша вы сделали, как кремовые, да, тоже будет дружить. С шоколадной мастикой будет дружить. Вот, да. Оно у нас с вами является связующим звеном между вот этими двумя, которые водосодержащими и боятся. Я не знаю, как их назвать-то. Сухие какие-то. Ну, короче, боится воды. С связующим материалом оно может их дружить между собой. Вот, да. Само с собой дружит. И с этим дружит, и с этим дружит. То есть некий такой, ну, как бы совсем дружит. Вот, наверное, вот так вот, я бы сказала. Вот, да. Если это привести к более-менее, ну, пост почитайте, там хорошо написано. Вот, если это привести к какому-то знаменателю, то еще раз, должно дружить. Вот. У нас бывает покрытие крем-чист на масле. Да, так как там есть крем-чист сам по себе, он все равно, вода небольшая есть. То мы все детали, которые боятся воды, изолируем шоколадом. Все. Как бы все просто. Да, есть у нас покрытие ганаш. Для ганаша мы ничего, ничем не изолируем. Просто все, у нас все с ганашем, в принципе, дружит. Есть покрытие велюр. Для велюра ничего не изолируем, тоже все с велюром дружит. Вот. Соответственно, есть покрытие мастика. Для мастики все изолируем. Какие еще покрытия у нас бывают? Все. Масляный крем бывает. Масляный крем, он у нас с вами к жирному относится, если масло сгущенка. Вот. Да. Для него тоже ничего можно не изолировать. Все само по себе будет лежать хорошо. А, бывают еще торты, например, муссовые. Да. Муссовый торт, смотря чем он покрыт. Он может быть покрыт велюром, а может быть покрыт глиссажем. Блестящая такая штука. Для велюра ничего можно не изолировать. Для глиссажа все нужно изолировать. Как бы, ну, так вот, если очень грубо привести. Вот. Смотри, можно ли на торт из БЗК поставить цветы из зефира? Можно, потому что БЗК это почти зефир. Да. Плюс агар. БЗК, ну, то есть зефир это, по сути, БЗК плюс ягодное пюре и плюс агар. Ну, вот так вот. Да. И смотря, с чего у тебя зефир. Ну, у меня просто из агара зефир. Ну, да, можно. Будет держаться. Понятно? Ну, мне кажется, что понятно. Да. Ну, и последний вопрос на засыпку. Оля, а где-то есть вот это все вместе? Где мне вот это все узнать? Где-то есть, может быть, где ты рассказываешь вообще все-все-все-все-все. Конечно, мои дорогие, у меня записано миллиард, немножко утрирую, онлайн уроков. Очень много. Очень много. Соответственно, у меня есть небольшие курсы по тысяче рублей, по две тысячи рублей, по отдельным техникам. Например, у меня есть марафон по бисквитам, да, где я рассказываю про технологию всех бисквитов. У меня есть марафон по кремам, где я рассказываю, делюсь рецептурами всех кремов. То есть вы все будете знать. У меня есть марафоны, например, по малазийской технике. Это цветы из крема. И помимо этого, у меня есть два больших курса с дипломом на четвертый разряд и на пятый разряд, где все то же самое, ну, просто скомпоновано, понятно, в большую программу, хорошую-большую, которая утверждена в Министерстве образования, да, и за которой вы получаете прям документ гособразца, кондитер четвертого разряда или кондитер пятого разряда. Вот. Плюс любого обучения в том, что вы получаете обратную связь. Я буду смотреть на то, как вы делаете, буду говорить, правильно вы делаете или неправильно вы делаете, да. Дальше, соответственно, все же, если вам вообще понятно, я рассказываю, вам будет и там понятно. Вот. Меня раньше пугало онлайн-обучение. Мне казалось, блин, да никогда в жизни я не научусь онлайн. Что онлайн? Вот я бы пришла, мне бы руку поставили, и было бы хорошо. Есть в этом доля истины, да, да, но онлайн лучше, чем. Он обычно дешевле, вот. Онлайн обычно более, как сказать-то, лучше записан, потому что вживую, ну, где-то неудобно, просмотрел все, я повторять не буду. Онлайн в нашей школе, онлайн весь с постоянным доступом, вот. Вот. То есть вам не нужно там, как сказать, за год пытаться там или за три месяца пытаться все сделать. Нет, у нас постоянный доступ. То есть вы подключились к курсу, вы его вечно прямо проходите. Вот. Дальше помните, что у нас образовательная лицензия. Документ сейчас как-то стало построже. Вот. Я не устою повторять, что в принципе нам не нужен диплом. Нам он не обязателен. Мы можем и на работу устраиваться без диплома, и торты делать без диплома. Но сейчас в целом немножко у нас государство закручивает гайки. И поэтому если есть возможность подстраховаться, лучше подстраховаться. Вот мы подстраховались, получили лицензию, утвердили программы и выдаем документы. Вот лучше подстраховаться. Если есть выбор между учиться в школе в обычной или учиться в школе, все то же самое, но плюс диплом тебе дадут. Ну и цена в целом, потому что по палате примерно такая же, да? То я бы выбрала с дипломом. Все-таки какой-то документ, при том он официальный, он через 2-3 месяца в госуслугах начинает пробиваться. Прикольно же. На четвертый разряд курс стоит 16 тысяч. На момент, товарищи, дорогие друзья, 28 июня, 24 год. Дешевле точно не будет, дороже может быть. На всякий случай сообщаю, потому что мало ли, когда вы смотрите это видео. На него есть рассрочки. То есть не обязательно платить все сразу, можно платить частями. Вот. Соответственно, большой курс на пятый разряд, он прям огромный, он 5 месяцев идет. Там все виды декора. Я там рассказываю, как работать и с карамелью, и с шоколадом, и с велюром, и с муссовым тортом делать, и низкокалорийный, и свадебный, и детский, и как лепить. Полностью все, он огромный просто. Там куча бонусов, все, что новое появляется, туда бонусами запихиваю. Вот, плюс там по фотографии очень много, там по бизнесу, там он прям огромный. Он стоит 48 тысяч сейчас. И тоже можно взять рассрочку от банка, от банка плюс в том, что нет первого взноса вообще, в принципе. Вот. И можно взять рассрочку от школы, частями платить. Это 4 тысячи в месяц, это два торта. Ты сделал, по 2 тысячи заработал, все, ты отбил курс. Учишься, получается, бесплатно. Круто? Круто. Я считаю, прям бомба бомбическая. Для того, чтобы получить, в принципе, надо мне куда-нибудь написать. Вот, можно написать мне сюда в комментарии, да. Да, Оля, там свяжись со мной, или там хочу курс, или там, не знаю, что-нибудь такое. Хочу диплом, хочу курс и так далее. А, и про диплом же я хотела еще рассказать. Ну, ладно, может быть, не в этом видео просто. То есть, для тех, кто, да, мучается вопросами декора, для тех, кто переживает за то, надо ему вообще это все, или не надо ему это вообще все. Кто ему будет отвечать на эти все вопросы? И если вам нравится преподаватель Ольга Патракова, потому что, по сути, как бы, кондитерка простая. Понимаете, школы все плюс-минус одинаковые. Вам нужно выбрать преподавателя, который вам нравится, который вам понятно объясняет. Да, да. Вот, да, то вам лучше, если вы будете проходить обучение, конечно же. Вот, да, напишите, ну, любое слово, любое слово мне напишите, прям, чтобы я поняла, что вы что-то хотите, напишите слово «хочу». Оля, дай мне что-нибудь, я хочу, да. И можете писать мне в телефон, да, в WhatsApp 8-916-080-18-35. Я здесь напишу, наверное, номер, вот, для того, чтобы можно было со мной связаться. Ну, вдруг вы не хотите при всех тут писать, что там, я ничего не умею, Оля, напиши мне. Вот, ладно. Надеюсь, эфир был полезный. И как любой эфир, в котором мы что-то разговариваем, я хочу, чтобы вы поделились своими какими-то, может быть, инсайтами. Может быть, нашли какую-то ошибку, которую вы, наконец-то, поняли и не будете это делать теперь до сих пор. Или какую-то свою проблему, которую вы решили. То есть, что полезного вы вынесли с этого эфира? Дорогие мои начинающие и не начинающие кондитеры, дорогие мои солнышки и лапочки. Что полезного вы вынесли с этого эфира? Зачем вы провели со мной целых вот сейчас 58 минут? Что вы получили того, что вы вынесете с собой отсюда, да, тот вывод, который вы сделаете? Напишите, пожалуйста, хотя бы пару слов, потому что обычный эфир с готовкой, ну, у нас тортик там будет готовый. А здесь я тоже хочу, чтобы вы сейчас прямо подумали. Прямо сейчас пишите, я жду. Все, у нас уже конец. Чтобы вы сейчас прямо подумали и поняли. Я посмотрела этот эфир, и моя основная мысль, которую я вынесла. Я молодец, например, я все делаю правильно. У меня нет ни одной ошибки. Я и так это все знаю, я умница. Или, например, блин, сколько всего еще неизвестного. Или я, например, стараюсь быстро делать. Или кто там пишет, Анжела, что, например, я долго делаю торты, а оказывается, можно их не так быстро делать. Или постараюсь делать быстрее. Или еще что-то. Напишите. А я буду потихонечку прощаться. Дорогие мои, с вами была Ольга Потракова. Жду вас всех. Оля, мне очень нравится, как вы даете информацию, Анжела. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, вдохновлю тебя на курсы. Ты ко мне куда-нибудь придешь. Не придешь, просто значит заработаешь. Что тоже хорошо. Дорогие мои, да. Я безумно горжусь своей профессией. Серьезно. Я обожаю всех кондитеров мира. Кондитер уже далеко не просто, как сказать-то, пекарь, что ли, да. Это уже далеко не ПТУ. Где более узнать про кондитер? А, молодец. Анна, спасибо тебе большое. Вот, я тебе сейчас скину тогда, Аннь, телефон. Напиши мне в WhatsApp, да, чтобы здесь не писать. Здесь же нет лички. В ВК нет. А, в ВК есть личка? А, в ВК же я тебе могу личку написать. А в Ютубе, например, нет лички. Вот. В Ютубе нет лички. То есть я тебе не смогу в Ютубе написать. Вот. Поэтому в Ютубе я обычно сбрасываю номер телефона, чтобы вы мне написали. Ну, хотя бы дали о себе знать как-то. Вот, да. И дальше уже или по WhatsApp, или, может, посозвониться. Так бывает быстрее. Там что-то рассказать, подсказать, помочь. Там, не знаю, по курсам как-то сориентировать. Надо проходить, не надо. По соцконтракту, кстати, может быть, тоже что-то надо, не надо. Вот. Мне как-то интересно вас смотреть. Слушайте, спасибо. Я не буду заморачиваться с вами, пишет Анжела. Спасибо. ВК есть, да. Но стараться. Правильно, да. Да-да. Стараться надо. Да. Но еще раз, не на этом торте ты научишься выравнивать, а там на каком-то там сотом. Оля сегодня позитив и поддержка. Ну, короче, я горжусь нашей профессией, потому что мы уже давным-давно далеко не ПТУшная профессия стрёмная. Вот. Мы уже давным-давно художники, скульпторы. У нас творческая профессия. И я реально горжусь каждым из вас, кто даже просто попробовал, даже просто тортик сделал, потому что это одна из небольших профессий, где не спрячешься, где реально видно сразу, когда ты молодец. Понимаете? Вот. Где сразу, там, даже если ты, например, за деньги делаешь, уже за деньги делаешь, тебе сразу несут деньги, ты сразу видишь этот восторг в глазах. Это та профессия, которая позволяет исполнять мечты. Мы же можем машину подарить небольшую, сладкую. Вот. Мы можем радовать внутреннего ребёнка, любого человека. Круто же, да? Я считаю, что наша задача всех кондитеров мира — это делать этот мир счастливей. Вот. Вот мы несем счастье. Мы эти лучики добра, которые распространяются везде. Я хочу, чтобы было много кондитеров. Тут вот сейчас про конкурентов мне будете писать. Про конкурентов отдельное видео, наверное, сниму. Вот. Где-то у меня было, мне кажется, про конкурентов. Вот. И моя миссия, как я её себе понимаю, тоже, да, это чтобы каждая женщина смогла не просто делать торт и радовать своих детей, а ещё и зарабатывать на этом. Вот. Почему-то, я не знаю, мужчины меня тоже смотрят, и они тоже есть. Но я как-то, ну вот, про женщин почему-то думаю больше. Вот. Оля, у вас очень полезная информация. Всегда узнаешь что-то новое. Спасибо вам большое. Спасибо, Лен. Я повар, но люблю творить, пишет Анжела. У меня, кстати, очень много поваров здесь на очку приходят учиться в Москву. Вряд ли сейчас из тех, кто сейчас меня смотрит, успеет приехать на июль, потому что июль, это через три дня здесь стартует десятидневный курс. Но она, может быть, на октябрь успеет. В октябре будет тоже десятидневный курс. Вот. Где всё, 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 всё здесь в живую в Москве. Дорого, дорого. Ну, дорого. Что насчёт, там, снять гостиницу, заплатить. Ну, мы считали прям, так прилично получается. Но, блин, опыт бесценнейший просто. Вот. Ладно, всё, буду прощаться. Всех вас люблю, всех целую. Кому-то я уже должна написать. Всем остальным, пожалуйста, пишите комментарии. Всегда рада ваших комментариях. Хорошее что-то пишите. Если вам что-то не нравится, тоже пишите. Что-то для себя поняли, тоже напишите. Всё полезно, да? Всё полезно и всё пригодится. Всё. Всё, всем пока. Ютуб пока. Дзен пока. ВК пока. Вот. Когда приходит заказчик на код, я смотрю на его глаза, я вижу, что все довольны. Это очень приятно. Спасибо, вы супер. Спасибо большое.